Ближний Восток, Турция. Здесь в горячих источниках и реках обитает интереснейшая рыбка, название которой Гара Руфа. Она также встречается и в других странах Востока, например в Ираке и Сирии. Температура воды здесь достигает 37 градусов, это является важнейшей сложностью в содержании Гара Руфы в аквариумах любителей. Плохо переносит температуру воды ниже 25 градусов. Чем выше температура воды, тем меньше в ней растворено кислорода. Однако рыбка Гара Руфа выбирает те места, где кислорода больше. При этом такие места хорошо освещены солнечным светом, а вода абсолютно чистая. Выбор таких мест связан не просто потому, что им нравится нежиться на солнце, а потому, что под солнечными лучами хорошо растут водорослевые обрастания, которые являются пищей для этих рыб. Стоит заметить, что у них абсолютно нет зубов. С поверхности камней они соскабливают пищу своими губами. Не стоит полагать, что они травоядны. В водорослях встречается зоопланктон, который также является основой рациона. Поэтому правильнее сказать, что эти рыбки всеядны. Наверняка многие из вас знакомы с таким словом, как пилинг. Сегодня во многих салонах красоты есть косметическая услуга пилинга, которая заключается в том, что клиент опускает свои ноги, к примеру, в аквариум с этими рыбками. Рыбки, в свою очередь, соскабливают верхний мертвый слой кожи. За эти способности Гараруфу часто называют рыбкой доктор. Местные жители в естественных водоемах с глубокой древности пользуются особенностью этих рыб. Про условия содержания рыб в таких салонах я не буду говорить. Наверняка каждый из вас и так понимает, что там нет специалистов-аквариумистов. Знавийство условиях живет гора Руфа в своей естественной среде обитания, можно понять, с какими сложностями придется столкнуться, создавая их в аквариуме. На мой взгляд, именно из-за температурного режима эта рыбка так не популярна у заботливых аквариумистов, не считая новичков, которые еще не видят важности в том, чтобы создавать природные условия для своих подопечных. Этих рыб можно назвать настоящими чистильщиками аквариума. Они едят не только конкретные обрастания, но и самый обычный налет. А вот насколько хорошо они избавляют аквариум от водорослей, будет зависеть от режима кормления и рациона. Поэтому, если аквариумов несколько, и даже если в другом аквариуме температура воды несколько ниже, чем в аквариуме, где гора Руфа проживает постоянно, их можно на время пересадить. Если говорить откровенно, то гора Руфа не самая привлекательная рыбка. Окрас не яркий, нет оригинального рисунка, однако поведение этих рыб очень интересное. Эти рыбки игривые, всегда в движении, им всегда и везде что-то надо. За ними попросту не скучно наблюдать. Но в аквариумах с заименным дном, например для растений, гора Руфа конечно же поднимает муть, как на этих кадрах, которые у вас на экране. Для того, чтобы определиться с объемом аквариума, необходимо выбрать количество этих интересных рыб. С одной стороны, это стайные рыбки и в живой природе эти стаи очень большие. Однако, в ограниченном пространстве аквариума часто бывают стычки между сородичами. Да, и для достойной стаи, скажем сотни особей, аквариум понадобится достаточно большой. По своему опыту скажу, что они неплохо уживаются и маленькими стайками по 5-6 особей. Более того, даже пара этих рыб достаточно хорошо себя чувствует в аквариуме. Но когда рыбка остается вообще одна из своего вида, поведение меняется. Она становится менее активной, а порой прячется подальше от посторонних глаз. Вывод, который я сделал для себя, в аквариуме должно быть не менее двух рыб, название которых Гара Руфа. Размер взрослых особей от 6 до 12 сантиметров. Разница достаточно большая. Это связано не только с объемом аквариума, но и с рационом. По этой причине рекомендую на каждую такую рыбку выделять от 5 до 10 литров в аквариуме. В качестве грунта можно использовать песок и мелкий окатанный гравий. В качестве декора используют крупные окатанные камни и коряги. Аквариум, оформленный таким декором, будет соответствовать естественным условиям. Кстати, можно попробовать высадить растения, но учтите, что не каждое растение выдержит высокую температуру воды. Однако, одного оформления недостаточно, чтобы воссоздать естественные условия содержания. Без оборудования не обойтись. Необходимую температуру воды нам поможет поддерживать обогреватель. Напомню, что вода должна быть очень теплой, около 30 градусов. А так как в теплой воде мало растворенного кислорода, то понадобится мощный компрессор. Для того, чтобы последить за температурой, важно иметь термометр. В самом начале видео я говорил о том, что Гара Руфа обитает не просто в теплой воде, а еще и в чистой. Это важный момент, на который стоит обратить особое внимание. Следовательно, в аквариуме обязательно должен быть фильтр и лучше всего, если это будет внешняя фильтрация. Помимо этого, не забывайте о подменах воды. Как минимум раз в неделю от 15 до 30 процентов от общего объема аквариума. Освещение аквариума является также важной деталью в создании идеальных условий. Но тут стоит немного поразмышлять. В живой природе, как мы уже говорили, они действительно выбирают места, в которых солнце своими лучами пронизывает воду почти до самого дна. Однако рыбкам не нужен загар. Они выбирают такие места только потому, что солнечные лучи провоцируют появление водорослевых обрастаний на камнях. Соответственно, в аквариуме, конечно, можно установить супер яркий свет, который будет соответствовать естественной среде обитания. Но стоит это делать или нет, выбирать вам. Даже если освещение будет умеренное, гора Руфа будет себя прекрасно чувствовать. Желательно установить в аквариуме помпу течения. Тогда ваши рыбки точно будут себя чувствовать, как у себя дома. Показатели воды в аквариуме играют важную роль. Для измерения этих самых показателей используют тесты. В живой природе, в местах обитания гора Руфы, средний показатель PH около 7,5. В аквариумах средний диапазон этого показателя от 6,5 до 7,5. Самое главное, чтобы не было резких скачков. В кормлении эти рыбки неприхотливы. А все потому, что по сути своей всеядны. Они одинаково хорошо едят сухие, промышленные корма и живые, либо замороженные. Неплохо поедают овощи и даже некоторые фрукты. Свежие листья салата или хрустящий огурчик будет с удовольствием поедаться этими рыбками. Не стоит кормить однообразно. Есть аквариумисты, которые покупают одну большую упаковку промышленного корма и каждый день в течение года кормят им своих рыб. Так не нужно делать. Рационный рыб должен быть разнообразным. Это залог успеха в содержании и долголетии. А прожить в идеальных условиях эти рыбки могут до 5 лет. Напоследок нужно ответить на еще один важный вопрос. С кем уживаются эти рыбки? Такой температурный режим не очень приемлем многим обитателям аквариумов. Обычно я совмещаю с подрастающими живородками. В теплой воде они быстро развиваются, но бывает и так, что гороруфа проявляет свой характер. Агрессивность у них в почете. Как-то слышал, что стайка из 5-6 особей способствует тому, что гороруфа перестает обращать внимание на соседей. Но, как показывает практика, это не всегда так. Стычки случаются, но, как правило, гибели не приводят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова